Дарья, вы прекрасно начали сезон, уже два полуфинала есть, плюс сегодня очень уверенная победа. Как оценить межсезонье, подготовку к новому сезону и первому матчу? Спасибо. Да, я довольна подготовкой. Тем, как она прошла, в принципе, ничего сильно не поменялось. Я также тренировалась в Барселоне. Единственная подготовка получилась чуть короче, чем в прошлом году. Ну, я, в принципе, всем довольна. И, естественно, мне нравится то, как начался этот сезон. Много хороших побед и победы сегодня. Поэтому всем довольна. Насколько сильно на это повлиял успех в Кубке Билли Джин Кинг? Плюс вы еще отлично отдохнули на Мальдивах. Мы следили за вашими фотографиями, историями. Судя по всему, вы прекрасно провели время. Кто хорошо работает, тот хорошо отдыхает. И, действительно, да, нужно уметь правильно перезагрузиться перед новым сезоном. Особенно на такой хорошей ноте завершился прошлый сезон. Да, мы выиграли Билли Джин Кинг Кап. И это было очень круто. Особенная победа, потому что в команде выигрывать я, по крайней мере, уже давно этого не испытывала. Последний раз, наверное, в юниорах. И это действительно особенное чувство. И было здорово закончить сезон на такой особенной ноте. И поехать отдыхать. И начинать уже после этого подготовку. В парном разряде здесь вы заявлены с Людмилой Самсоновой. Вы уже успели провести один турнир в Мельбурне в начале года. В прошлом сезоне и ранее вы в основном играли с Аннет Кантавит. Расскажите, пожалуйста, как появился дуэт с Людмилой. И планируете ли вы, в принципе, играть постоянно с ней? Дуэт появился, кстати, в Чехии, когда был Билли Джин Кинг Кап. То есть вообще наши тренеры, они сконнектились. И не то, что решили за нас, но как бы предложили друг другу сыграть пару. И мы с Людой тоже были не против. Играем-то мы. Люда классная девчонка. Очень классно играет. И пару, и одиночку. И это мы все увидели. И с ней очень комфортно. Поэтому сейчас здесь играем пару, а потом посмотрим. Еще раз поздравляем вас с победой в одиночном разряде. И удачи в втором раунде. Спасибо большое.